Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов на пересечении Владимирской и Пензенской начался сравнительно недавно, но жители города уже задают вопросы. Останутся ли на месте бывшего рынка прежние предприниматели и смогут ли самарцы, как и раньше, приобретать здесь продовольственные товары. В городском департаменте экономического развития горожан успокаивают, продукция по-прежнему будет реализовываться продавцами, к которым жители города успели привыкнуть. Правда, на месте стихийной торговли появится новый благоустроенный павильон, который разобьют на секции. Тем самым власти города избавятся от стихийного рынка и незаконной торговли, а у самарцев появится возможность приобретать продукцию высокого качества, не опасаясь за свое здоровье. Модернизацию торговых секций планируют завершить в середине августа этого года. Все те предприниматели, которые непосредственно торговали до сих пор, они переедут в нормальные, цивилизованные, абсолютно законные места, где жители нашего города точно так же, но с большим комфортом смогут приобретать те же продукты питания или те же продукты хозяйственного назначения, которые реализовываются до сих пор. Обновление ждет один из самых популярных продовольственных рынков – Шепетона Георгия Димитрова. Эту территорию также приведут в порядок. В будущем здесь появится торговый центр, в котором можно будет приобрести продукты питания, хозяйственные товары и строительные материалы. Что касается предпринимателей, то есть все они будут обеспечены местами для торговли в близлежащих районах. С ними неоднократно уже проводились собрания, совещания, приглашались представители других коммерческих структур и муниципальных структур для предоставления этих мест. По плану, отмечает в городском департаменте экономического развития, строительство торгового центра начнется в ближайший месяц и продлится полтора года. После того, как он будет отстроен, предприниматели, которые сейчас занимают секции, смогут реализовывать свою продукцию дальше, правда уже в благоустроенном и уютном здании. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События.